Я думаю, мы продолжим и разовьем даже литературную тему и обсуждение, ну, может, не Байрона, а наоборот книжных новинок. С нашим гостем это генеральный директор сети Буквоед Денис Котов. Денис, доброе утро. Здравствуйте. И Денис уже с планшетом, уже что-то читает. Ну, не художественную литературу, да, там я подсматриваю. Нет, нет, в основном документы. Документы. Не отрывайся от работы. Ну, принц, тоже рабочий дед. Денис, а вы же монополист сейчас, монополисты, да, получается, на книжном рынке? Никто не может к вам даже подобраться. Смотря как смотреть, на Невском мы не монополисты, в отдельно взятых районах, наверное, но в городе в целом, если смотреть на объем рынка, то мы пока еще до 50% не дотянулись. А, даже не дотянули, да? Ну, там же есть, во-первых, интернет-продажи, есть разные каналы продаж, которые там не просто розничные магазины. С точки зрения штук книжных магазинов, конечно же, там нам равных нету. Ну, потому что сейчас, конечно, где книжку купить? Это лампочка сразу в Москву. Я вообще называю это естественной монополией, потому что, ну, книжный магазин может открыть любой, но почему-то не открывает. Мы с вами вот перед эфиром уже заговорили, раз давайте, не о делах, а все-таки о литературе. Самые ожидаемые новинки, вы сказали, что выходит «Шантарам-2». «Шантарам-2» выходит в ближайшее время, и это книга, которая в свое время серьезно так привлекла внимание во всем мире, да, она была в фокусе внимания. Она очень толстая, и в этом смысле книга, как тренажер самостоятельного образного мышления, отрабатывает в лучшей форме своей. Поэтому, если кто-то не читал первые, то имеет смысл уже прочитать, потому что второй прямо подходит. Такой же объемный, да, будет? Надеюсь, надеюсь. А, еще не... Еще не... Еще не... Еще не держал руках, да, да, да. Еще не понятно, держится в секрете. Вот у нас как-то в гостях был немецкий писатель такой Оливер Петч, «Фантастика». Продается он у вас? Ну, наверняка. У нас где-то 40 тысяч авторов в год продается, поэтому я не каждого могу по фамилии вспомнить. А вот по поводу авторов, многие интересуются, да, как молодому автору, начинающему, продвинуть себя. Можно ли шлифти? Даже среди наших знакомых есть такие. Ну, в первую очередь надо издаться в том издательстве, которое работает в книжной индустрии. То есть вот так вот придет автор со своей книжкой, поставьте, пожалуйста, буду продаваться, хорошо, это невозможно. Это технически невозможно, да, юридически невозможно. Издается в издательстве, дальше наши закупщики берут на пробу, если книжка живая, то есть у нее есть читатели, и, соответственно, расширяют ее присутствие. Можно предпринимать различные усилия. Друзья, родственники, знакомые. В свое время Николай Стариков, когда он был, ну, собственно, не очень известный, он там каждый квартал, каждый месяц встречался в книжных магазинах, формировал какой-то разговор, это было достаточно давно, несколько лет назад. И вот мы видим результат в течение, там, не знаю, там, пяти или семи лет. Это, собственно, большие тиражи, большая линейка, известность, популярность. Я думаю, что такие примеры надо брать как образовательные многим молодым авторам. Почему вы занялись именно книжным бизнесом? А вы знаете, в детстве как-то читал много, любил это дело, ходить по книжным магазинам. А когда в начале 90-х стало неясно, вот, что дальше, в 91-м, в 92-м году, не пошел учиться, а пошел, соответственно, на улицу продавать книги. И как-то мне это так увлекло, понравились вот эти живые люди, которые с живым интересом, и вот эти книги живые, и вот это все такое, оно живое. С фразы Горького, всем хорошим я в себе обязан книгам. И вот дальше оттуда никуда не деться, потому что когда ты начинаешь еще знакомиться с живыми авторами и смотреть, как они встречаются с живыми людьми, вот этот поток жизни, он просто притягивает. Это же там во многих профессиях такого кайфа нет. Ну вот подводим сейчас в некотором смысле итоги года литературы. Можно сказать, что больше начали читать, что сработал этот год? Местами. Безусловно, там, где была большая активность, начали читать больше. И мы видим даже в Петербурге, если до года литературы была однозначно нисходящая тенденция, то есть сокращалось количество читателей, то в год литературы были колебания. То есть нельзя сказать, что тенденция сломана, и все сейчас пойдет, все хорошо. Но мы видели, что прямо вот некоторые всплески в период книжного салона, который в мае у нас традиционно проходит около дня города, и вот в Москве, когда был, ну, собственно, фестиваль на Красной площади, такой всплеск был интереса, и медийного. То есть, на мой взгляд, год литературы создал такое основание для дальнейшей работы. Ну, во-первых, политическое внимание. Сергей Евгеньевич Нарышкин продолжил свою работу в качестве руководителя оргкомитета. Раньше это был год литературы, теперь будет по поддержке и развитию чтения, там название точно я не помню. Но вот я думаю, что государственное внимание сфокусировалось на книгах. Раньше оно не сфокусировалось, потому что объем продаж на общем фоне как бы нефтяных запасов как бы теряется, и, соответственно, ну, как бы не сфокусироваться никак. Но здесь вот как-то вот... Может быть, интересная идея. Как-то удалось сфокусироваться, и мне кажется, что это хорошее начало. А на культурном форуме, которое было буквально в декабре в Санкт-Петербурге, вот в секции литературы и чтения приехало там... Под две тысячи человек участвовало в мероприятии, и на секцию приехало тысяча человек. И принята резолюция о том, что цели на пять лет вперед нужно ставить. Сейчас где-то 52% читающих россиян надо, соответственно, чтобы... 52% в общем-то не планируют. Ну, в принципе, создать условия, чтобы хотя бы 70% читало, потому что в советские годы было около 80%. Даже в 2008 году был небольшой всплеск ближе к 80% читающего населения. Но по исследованиям, по мониторингам федеральным... А как сейчас игроки вот на именно рынке книжных, печатных книг, не опасаются, что все в интернете? Да, вот я тоже хочу сказать, что это газетный рынок, например. Все загматывает. Это всякая известная история слона и моськи. То есть вот слон идет, а моська гавкает. Понятно, что люди, которые придумали новые игрушки, электронные книжки, они хотят пробиться быстро на рынок. Как пробиться быстро на рынок? Завалить слона, который на этом рынке уже давно существует. Ну, половину книг я все-таки читаю в электронном. Это само собой, но вы живете где? Вы живете в Петербурге, и у вас есть деньги, и у вас есть возможности. А если вы живете в Сыктывкаре, то не факт. А вот для меня ничто не сравнится вот с этим ощущением, когда ты берешь в руки книгу. Вообще электронное чтение и бумажное не противостоят, они взаимодополняют. Поехал в отпуск, взял электронную книжку, там 100 тысяч книг, прочитал одну, здорово. Да, но ты домой пришел, ну вообще, на мой взгляд, нелепо взять с полки электронную книжку и начинать нажимать на кнопку. Ну это глупо, да? Или подарить файл другу, да, там на день рождения. Последний вопрос, к сожалению, мало времени. Еще пару-тройку книг, что почитать? Кроме Шантарама, это, понятно, такая попса. Ну, мне кажется, для начала всем имеет смысл в наших сегодняшних экономических условиях прочитать всем науку высокоэффективных людей Стивена Кови. Потому что, ну, если мы научимся управлять своей жизнью, то, глядишь, экономика поддастся нашим усилиям, да, я имею в виду не нефть. Ну, еще пару названий все буквально. Ну, в силу настоящего картотолия, а то как-то все живут либо в прошлом, либо в будущем, а имеет смысл переместиться здесь сейчас. Ну, и самая сложная книга, такая огромная, четырехтомник, Конкорде Антаровой «Две жизни». Книга, которая изменила жизнь почти всех, кто ее прочитал. Денис Конд, генеральный директор сети «Буквоед» у нас сегодня в гостях.